Мусорного коллапса опасаются жители Усть-Каменогорска. Контейнерные площадки в областном центре переполнены. Перебои с вызовом твердых бытовых отходов длятся больше месяца. Экологи опасаются ухудшения санитарной ситуации в городе. Между тем, задолженность горожан перед клининговыми компаниями превысила 45 миллионов тенге. А потому обслуживать должников предприятие отказывается. С борцами за чистоту дворов и улиц встретился Вячеслав Витлогин. Географию стихийных свалок в черте Усть-Каменогорска местные пенсионеры знают не хуже работников коммунальных служб. Наши случайные сопровождающие показывают, где мусор уже стал частью городского ландшафта. Переполнены контейнеры. Вы удивляетесь, что ли? Да это все жизнь так. Там еще хлещий свалка. Я там проходила, я удивилась. Там это на центральных улицах города. К мусорным бакам не подобраться. Переполнены и контейнеры для раздельного сбора ТБО. Проект раздельного сбора твердых бытовых отходов в Усть-Каменогорске, судя по всему, провалился. Эти эко-контейнеры, предназначенные для утилизации картона и пластика, как мы сами видим, используются не по назначению. А между тем, за последние три года на востоке Казахстана скопилось больше 180 тысяч тонн мусора. И лишь 5000 тонн из этого отправлено на утилизацию в соседние регионы. В нашем городе очень достаточно мусора, упаковки, всякое разное, это пластик, бумага, картон, плен, который можно собирать раздельно. Наши граждане еще не так уж активно занимаются этим. Отсортировать и отправить на переработку весь скопившийся в Усть-Каменогорске мусор готовы две коммерческие организации. Однако договориться с местным акиматом о введении потребительских тарифов на вывоз отсортированных твердых бытовых отходов бизнесменам не удается. Мы хотели бы ввести тариф среди населения небольшие деньги за вывоз этого ТБО для последующей переработки. Тарификация идет не очень большая, там 1400 тенге выходит на дом с контейнера. То есть это не такие уж и большие деньги, если на всех жителей расписать, там выходит, грубо говоря, по 30-40 тенге с человека. Представители кооперативов собственников квартир и бизнеса на зеленой экономике, видимо, решили сэкономить. Это документально подтверждают экологи. У меня как раз в руках списки юридических лиц, которые отказываются от заключения договоров на вывоз мусора. И посмотрите, какой это большой список. Оплачивать услуги ответственных за ликвидацию ТБО организации отказываются представители ста субъектов бизнеса. А потребительские задолженности населения перед ними уже превысили 45 миллионов тенге. Отсюда вытекает, соответственно, ряд других проблем предприятия. То есть это нехватка персонала в данном случае. То есть невозможность организовать именно своевременный вывоз из всех дворов. Эти все вещи же могут решаться на уровне местного, на уровне именно конкретного КСК, либо кондоминиума. Соключение договоров на вывоз мусора по старым правилам благоустройства Усть-Каменогорска было общей обязанностью для населения и предпринимателей. С 2015 года этот пункт стал официальным исключением из правил. Сегодня утилизировать ТБО восточной казахстанцы могут самостоятельно. Единственный выход из этой ситуации это все-таки заставить, прописать именно в правилах благоустройства города пункт о том, что все обязаны заключать договор на вывоз ТБО. Введение законодательной ответственности за утилизацию ТБО местные экологи и общественники добиваются на уровне маслехатов. А пока же из регионального бюджета ежегодно выделяются десятки миллионов тенге на ликвидацию стихийных свалок. Вячеслав Петлугин и Дмитрий Пыхтин. Усть-Каменогорск. Хабар-24.